Приветствую вас, любители классического мира Варкрафта! Прежде чем вы начнёте рейдить, вам необходимо подготовить своего персонажа. Меня зовут Микос, и в этом видео вы увидите лучшие пререйдовые предметы для мага 4 фазы, которые добываются в подземельях, покупаются при достижении рангов в PvP, репутации, изготавливаются с помощью профессий, а также являются ворлддропом, и их можно найти и купить на аукционе. Погнали! Лучшим вариантом являются очки кровавой лозы. Их могут изготовить и носить только инженеры с навыком 300, которые добились уважения со стороны племени Зандалар. На втором месте шёлковый клобук защитника лейтенанта Командора для игроков Альянса и шёлковый клобук защитника для игроков Орды. Данные предметы можно приобрести при достижении 10-го рангов в PvP. Следующую строчку занимает шляпа наставника с ледяной аурой. Это ворлддроп и максимальный 4% шанс выпадения имеет владыка Казак, верховный священник из Алого Ордена и гематос. На четвёртой позиции зелёная линза с ледяной аурой, которую могут носить только инженеры с навыком 245 и выше. Завершает категорию багровая фетровая шляпа, который выбивается с мирового суди Бартеласа в Стратхольме. Голову зачаровываем явлением Прозрения, которое даёт повышение урона заклинаний на 18 единиц и шанса меткости на 1%. Получить чарку можно, выполнив квест «Явление Прозрения», который даёт Занза неупокойной в рейдовом подземелье Зулгуру. По квесту необходимо принести изначальный идол Хакари и исколотую куклу Вуду, которые добываются в том же подземелье. Лучшей подвеской на шею является сфера «Новолуния», которую можно обменять на 1200 подарочных купонов на ярмарке «Новолуния». Ярмарка начинается в первый понедельник каждого месяца и длится неделю. Вторую строчку занимает подвеска из «Чародейного кристалла». Её можно получить при выполнении цепочки квестов, которая начинается с задания «Магическое искусство». Оно берётся у наставников магов в столицах при достижении 50 уровня. Последним квестом цепочки является уничтожить Морфаза, в котором нам необходимо добыть кристалл тайны магии из брюха дракона затонувшего храма. На третьем месте звезда Мистарий, которая падает из Балназара в Стратхольве. Четвёртую позицию занимает Талисман Бури, который добывается с Гидротвари в восточной части забытого города. Сочетание ПВП-шлема и наплечников даст больше статов, благодаря сетовому бонусу, но для этого необходимо достичь 10 рангов ПВП. Шёлковое оплечье защитника и шёлковое оплечье лейтенанта Командора занимают верхнюю строчку. Если нет желания фармить ПВП-ранг, то отличной заменой станет Арктическое оплечье, которое падает с тюремщика Стилгиса в глубинах Чёрной горы. Третье место занимает Вечная наплечь с Ледяной аурой. Максимальный шанс выпадения имеет Эмерис 13%, у Азурегоса 10%. На четвёртой позиции Погребальная наплечная накидка. Выбивается из шести боссов некраситета. Это лорд Алексей Баров, леди Илюсия Баров, доктор Таолен Крастинов, инструктор Коварница, сказитель Полкилт и Равеню. Наплечники зачаровываем многоцветной драгоценностью рассвета, для которой необходимо прокачанная до превознесения репутация серебряным рассветом и 25 знаков доблести серебряного рассвета. Лучшим вариантом является накидка Архивариуса с Ледяной аурой, которая выбивается с Архивариуса Галфорда в Стратхольме. Вторую строчку занимает накидка с хрустальными нитями. Её можно достать из сумок с трофеями, которые вы получите при выполнении цепочки квестов в Силитусе. Цепочку начинает Хумба и Нагрива из квеста Аурель Золотой лист. На третьем месте плащ Наставника с Ледяной аурой. Максимальный шанс выпадения у владыки Казака и Сетиса 6%. На последней позиции усиливающий плащ, который выбивается с магистра Календриса в западной части забытого города. На плащ накладываем чары, повышающие сопротивление всем видам магии на 5 единиц. Рецепт падает со знахаря из племени Аталай в храме Аталхакара. Лучшим нагрудником является жилет Кровавой Лозы, который изготавливают портные с навыком 300, добившиеся почтения с племенем Зандалар. Носить этот нагрудник может любой желающий, но сетовый бонус в виде увеличения рейтинга критического эффекта заклинаний на 2% получат только владельцы партнежного дела с навыком 300. На следующей строчке одеяние верховного мага, который изготавливают портные с навыком 300, но носить может любой желающий. Рецепт выбивается с пироманта из легиона огненного клейма в верхней части вершины Черной горы. На третьей строчке одеяние замораживающего леча, которые выбиваются с расы снегошепотов в некраситете. На нагрудник накладываем чары, повышающие все характеристики на 4 единицы. Наивысший шанс выпадения рецепта у Тейрара 2%. Наручники Дриады являются лучшим вариантом для тех, кто готов фармить репутацию с ущельем Песни Войны до Превознесения. На втором месте пламинотканные манжеты с ледяной аурой, которые падают с лорда опалителя в глубинах Черной горы. На третьей позиции наручи наставника с ледяной аурой. Максимальный шанс выпадения имеет малахитр оракул и владыка казак 5%. На наручи накладываем чары, повышающие интеллект на 7 единиц. Рецепт выбивается с темного чародея из племени порочной ветви во внутренних землях. Поножи Кровавой Лозы являются лучшими в своей ячейке. Их изготавливают портные с навыком 300 и уважением от племени Зандалар. Носить поножи может любой желающий, но сет-бонус получает только портные с навыком 300. На второй строчке шелковые набедренники Рыцаря Капитана и шелковые набедренники Легионера, которые можно приобрести при достижении 8 рангов ПВП. На третьей позиции поножи Небесного Покрова, которые выбиваются с вождя Омака в нижней части вершины Черной Горы. Поножи зачаровываем магическим камнем Сосредоточения, который получаем в награду за выполнение квеста Манускрипт Средоточия. Квест дает сказитель Ледрос, который находится в библиотеке северной части забытого города. Верхнюю позицию занимают руки Могущества, которые падают с Интенданта Зигриса в нижней части вершины Черной Горы. На втором месте перчатки Землестража, которые являются наградой за квест «Боевые действия в деревне Зимней Спячки». Квест берется у Сальфы в Зимних Ключах. На последней строчке перчатки из ледяной ткани, которые изготавливают портные с навыком 265. Максимальные шансы выпадения у ворлдбоссов Тейрара 12% и Мериса 11%. На перчатки накладываем чары, несколько повышающие скорость передвижения верхом. 12% шанс выпадения рецепта имеет ворлдбосс Литон. Лучшим вариантом является Бантокский Кушак, который падает с Октера Разрушителя, босса арены в глубинах Черной Горы. На второй строчке пояс Андерса, который выбивается с Киртона Соглашатая в Некраситете. Замыкает категорию Кушак Тузадина, добывается в Стратхольмесный Руб Энкана. Сапоги Кровавой Лозы являются лучшими в данной ячейке. Их изготавливают портные с навыком 300 и дружелюбием от племени Зандалар. Сет бонус получают только портные с навыком 300. Шелковые башмаки Кровавого Стража и шелковые опорки Рыцаря и Лейтенанта это отличный вариант для тех, кто готов нафармить 7 ранг в ПВП. На последнем месте сапоги Наставника с Ледяной Аурой. Наивысший шанс выпадения имеет Верховный Священник из Алого Ордена – 6%. На обувь накладываем чары, повышающие скорость передвижения. Этот энчант становится доступным при достижении навыка 225. Идеальный вариант – два кольца заморозки. Эпический ворлд-дроп. Наивысший шанс выпадения у драконьей Чаровязки из-за шары – 0,2%. Для игроков Альянса на втором месте поющий камень Стальгорна. Его можно получить, выполнив цепочку квестов, которую открывает королевский историк Аркиса. С задания «Дымящиеся руины Таурисана». Для игроков Орды альтернативным вариантом является Ока Аргримара. Его можно получить награду за цепочку квестов, которую начинает Громосерт с задания «Дисгармония пламени». На последней строчке – Обруч Девушки, который выбивается на арене Забытого Города с разы из кары Непреклонного. Пищик из древесины шиповника, падающий с джеда Рунаведа в верхней части вершины Черной Горы – это лучший аксессуар для одного из слотов. Во вторую ячейку вставляем глаз зверя, который вы получите при выполнении соответствующей цепочки квестов для каждой фракции. Для игроков Альянса цепочка начинается с распоряжения генерала Дракиссата, который выпадает после убийства властителя Змей Талака в нижней части пика Черной Горы. Для игроков Орды цепочка начинается с квеста «Приказ полководца», который дает полководец Клинозуб в бесплодных землях. Хорошей заменой послужит Амулет Озарения, который падает в глубинах Черной Горы с посла Огнехлыста. Лучшими в ячейке являются предметы, которые можно получить при достижении превознесения со стороны Лиги Оратора и Осквернителей. Для игроков Альянса это коготь Мудреца, если вы решили носить кинжал, и посох Железной Коры для любителей двуручного оружия. Для игроков Орды это одноручный кинжал Мозгоклык и посох Железной Коры. На следующей строчке демонический клинок с ледяной аурой. Максимальный 4% шанс выпадения имеет Рыкунсна из Фероласа. На третьем месте Ведьминский клинок, который добывается в Некроситете с Темного Магистра Гандлинга. На последней позиции Жезл Огорских Магов, который является наградой из сундука в северной части забытого города. На оружие накладываем чары, повышающие наносимый урон от заклинаний на 30 единиц. Рецепт падает с боссов в Огненных Недрах. Заменой могут послужить чары, увеличивающие на 7 единиц наносимые при применении заклинаний Магии Льда урон. Этот рецепт можно приобрести во время новогоднего Эвента, который длится с 15 декабря по 2 января. Лучший вариант для данной ячейки – это флиант Ледяного Лорда, который приобретается при достижении превознесения со стороны Стража Грозовой Вершины для игроков Альянса и клана Северного Волка для игроков Орды. На втором месте драконий камень с ледяной аурой, который добывается в храме Атал-Хакара с трех боссов – Жнеца Снов, Хазаса и Ткачика. Третью позицию занимает призрак Аквамонтаса, который является наградой за прохождение цепочки квестов. Цепочку открывает Джей Ди Колли с квеста «Память Линкина» в кратере Унгора. На верхней строчке – Жезл Лютого Холода, который можно получить за выполнение соответствующей цепочки квестов для каждой фракции. Цепочка начинается с квеста «Битва за Альтерак». За альянс его начинает геолог Камнитерка, который находится рядом с королем на поле битвы Долина Альтерака. За Орду квест начинает Вога Смертобой, который находится в локации «Альтеракские горы». На второй позиции – Лунный Жезл с Ледяной Аурой. Максимальный 12% шанс выпадения имеет Тейрар. У Эммериса – 11%. Третье место занимает Стилл Костеползатели, добываемые в Некраситете с Темного Магистра Гамлинга. И замыкает данную категорию Жезл Ледяной Ярости, который вы получите в награду за прохождение цепочки квестов. Цепочка начинается в любой из столиц у тренера магов при достижении тридцатого уровня. Квест называется «Путь в болото». Друзья, благодарю вас за внимание. Пишите в комментариях свои предложения по улучшению контента. Также напишите, для какого класса Испека вы хотели бы увидеть следующее видео. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...